Сегодня в студии программы «Право голоса» Роман Бабаян и его гости обсуждают решение властей обменять старые автомобили на сертификат стоимостью 50 тысяч. Вот это моя старшая, первая. Вот это второй сын. Вот третий сын. Вот четвертая. У нас девочка. Пятый. Где у нас пятый? Пятый. А, потерялся. А есть еще шестой, седьмой, восьмой. А у меня на руках девятый. У москвичей Андрея и Юлий Смирновых девять детей, а им всего по 36 лет. Когда родилась первая дочка, были еще студентами. Когда у нас родилась первая девочка, это был 93-й год. С нынешней ситуацией просто не сравнить. То есть там вообще не было. И по полгода зарплату не получали, и продуктов в магазинах не было. Кстати, в 93-й год как раз это упадок демографический. Никто не рожал практически, а нам было с женой по 19 лет. По словам Андрея, они с Юлий сразу решили, что у них будет несколько детей. Но после третьего пришлось остановиться. Условия жизни тогда были на грани бедствия. В комнате в коммуналке с соседними было очень тяжело. Дети спали вообще с помойки. Там принесли какую-то старую кровать, там на стол положили, они спали вообще. На дальнейшее пополнение семейства Леониду говорил насторятель одного из московских храмов. Его духовник. И Леонид ему за это благодарен. Сегодня на все вопросы, трудно ли быть многодетным папой, он отвечает, нет. Сначала кажется, что лукавит. Потом, понимаешь, он просто привык бороться с чиновниками за право своей семьи на нормальную, комфортную жизнь. Я прихожу, я уже знаю, что меня там отфутболит, я вот спокойно на это реагирую. То есть я уже готовлю, что я потом еще раз приду. Настойчивость приносит свои плоды. После рождения пятого ребенка Смирнова получили шестикомнатную квартиру. После рождения седьмого бесплатный микроавтобус. Сегодня они совсем не похожи на тех мам и пап, которым некоторые брезгливо советуют перестать плодить бедноту. Современная благополучная многодетная семья. Но таких в России единицы. Сегодня в средней российской семье нормой считается один ребенок. В последнее время рожать, правда, стали больше. Даже заговорили о бэби-буме. Но в прошлом году количество появившихся на свет по-прежнему было меньше умерших. А это значит, демографический кризис в России до сих пор не преодолен. Действительно, современная демографическая ситуация характеризуется понятием демографический кризис, под которым лично я понимаю ситуацию, когда не только происходят количественные негативные изменения, но и качественные негативные изменения. Когда растет число людей, не только физически, но и духовно, и психически неадекватных. Когда треть подростков, а это очень важно, уже потенциальные алкоголики, пивные алкоголики. Что будет с этими молодыми людьми, когда они достигнут уже брачного возраста? Власти тоже обратили внимание на эту сторону демографического кризиса. В Петербургском парламенте разработали программу, которая уже отправлена в Госдуму Российской Федерации. По ней гражданам предложат рожать по контракту с государством. Заключив его, семья обязуется произвести на свет третьего ребенка, а государство заплатить за его содержание. Но пополнять нацию получат право только избранные. Эта земля должна вести здоровый образ жизни. То есть я думаю, что на первом этапе должен быть отбор. По замыслу создателей проекта рожать детей по госконтракту смогут только полные семьи, члены которой должны вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять алкоголем и не употреблять наркотики. Договор вступит в силу, когда в семье появится третий ребенок. На вопрос, сколько заплатят, ответа пока нет. Но в отличие от материнского капитала, деньги можно будет тратить сразу. Сама по себе идея, может быть, и неплохая. Вопрос только, откликнутся ли, как вы сказали, сливки общества на эту инициативу. Если мы посмотрим, среди каких слоев населения увеличилась рождаемость, то мы вдруг увидим, что первыми откликнулись на призывы повысить рождаемость маргинальные слои населения. Если мы сейчас начнем семьи делить, вот это со здоровым генофондом, а вот это не со здоровым, то начнется просто фашизм. То есть кто будет определять, вот ты достоин рожать ребенка, а ты не достоин. Кто? Председатель общественной организации «Много деток. Хорошо» Татьяна Боровикова считает, что в нашем обществе сегодня женщины вообще не нацелены на материнство. Ко мне понимание, что нужно рожать детей, пришло уже где-то к 30 годам. То есть я поняла, что вот у меня есть один ребенок, но этого мало. Я что-то важное в жизни не сделала. То есть у меня после этого родилось еще трое. А у нас вся система построена так, чтобы убедить в том, что есть какие-то другие вещи, которые более интересны, чем дети. Там есть зарабатывание денег, там нужно взять в ипотеку квартиру. Какие дети? Сделать материнство профессией – идея, которую уже давно обсуждают в Совете Федерации России. Это позволило бы многодетным женщинам получать зарплату только за то, что они являются мамами. Это должен быть ежемесячный доход. Должен быть и мало того. Я считаю, что с этого дохода должен платиться подоходный налог. Это должно зачитываться в стаж женщине в трудовой, с тем, чтобы обеспечить гарантии пенсионного обеспечения. То есть здесь все должно быть по-взрослому. А пока тех пособий, которые получают многодетные москвичи, не хватает даже на еду. Кроме денежных выплат, многодетные москвичи получают бесплатные лекарства, бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на оплату коммунальных услуг. Но самой большой проблемой остается жилье. Вот у нас старший сын, ему 13 лет, он спит в шкафу, как мы смеемся. Он на ночь раскладывает кровать, потом днем ее убирает, очень удобно. Секреты таких изобретений знают почти все многодетные москвичи, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. А здесь мы спим по очереди. Почему по очереди? А потому что здесь хороший матрас, и всем хочется поспать здесь. В 2008 году мэрия Москвы начала строительство для многодетных семей малоэтажных коттеджей на окраине города. Чтобы поменять тесную квартиру на свой дом, нужно было иметь пять и более детей и проживать в столице не менее 10 лет. Но первые переселенцы были довольны не всем. На очереди я стояла 17 лет. Приехали с двухкомнатной квартиры. В принципе, нам все очень нравится, потому что теперь и простор, и все. Но дело все в том, что есть какие-то более-менее недоработки, в том плане, что, например, маленьких детей и внуков доставлять до детского сада очень неудобно. Было, значит, обещано нам то, что будет и дорога, и все. Дороги нет, светофоров нет. Когда строили коттеджи, не учли многое. Не учли то, что они удалены от инфраструктуры города, и нужны дороги, и нужен транспорт. Не учли то, что вблизи этих коттеджей, в некоторых округах, я не могу сказать, что везде, но в некоторых округах, нет школ, нет детских садов, нет магазинов. 240 квадратных метров, 6 комнат, подвал и даже гараж. Все это отдается семье в безвозмездное пользование. До тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. А вот приглашать жить в коттедж бабушек и дедушек по закону нельзя. А почему нельзя, или это сейчас уже можно, например, чтобы бабушки и дедушки жили в коттеджах? Ну, дело в том, что выделяется не бабушкам и дедушкам, а выделяется... Вы знаете, что такое вообще семья по семейному кодексу, да, что это супруги ее создают, муж, жена, есть дети. Бабушки и дедушки, вот понятие семья, они как бы и не входят. Оставить детей бабушкам и уехать на работу не получится. Зато можно работать прямо на дому. В Москве многодетные мамы имеют возможность получить статус воспитателя и организовать детский садик прямо у себя в квартире. У нас мама, она воспитатель семейного детского сада. Это все по трудовой книжке. Официально устроено в детский сад обычный, но занятия у нас проходят дома с нашими собственными детьми. Главное условие – в семье должно быть не менее трех дошкольников. Если не хватает, можно привезти от соседей. Но детский сад на дому вовсе не означает, что с детьми можно заниматься всем, чем хочется. Каждое утро Леонид получает новое задание по интернету. Лепка, рисование, развитие речи, математика, музыка – все уроки проходят строго по программе. Не дали листочек бумаги. Ну-ка, давайте. Он, видите, уже расплакался. Домашний воспитатель получает в среднем 20 тысяч рублей в месяц, плюс 100 рублей на ребенка на питание. В конце каждого дня нужно подготовить фотоотчет о проделанной работе. Тут все-таки контроль определенный. Надо сдавать отчеты ежедневные. Вопрос с питанием, кстати, это вообще отдельная история. Потому что там надо сдавать чеки, граммы, там должны указаны быть. Я уверен, что можно справиться и с большим количеством детей. Да я сам, в принципе, один в семье. Прекрасно помню свое детство. Сейчас мои дети все-таки счастливее. Вы останавливаться не собираетесь в девяти. Как здоровье, как сила будет, как Бог даст. Анна Павлова, Михаил Никитин, Ольга Крещевникова и Александр Громыко. Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова